итак дамы и господа всем привет мы продолжаем свое приключение на проекте majestic gta 5 rp это мой персонаж глен маккой я разжился значит немножечко местной валютой и взял себе стартовый пакет за который я получил 100 тысяч долларов на карман сейчас я хочу открыть кейсы и вот собственно открываем первый кейс его для начала нужно купить затем таким открыть и я получил тачку практически импала немножко не хватило до какой-то омоднявый я решил ее не продавать ее можно сразу же продать за свою валюту обратно за местную но я решил ее не продавать и оставить себе и немножечко на ней покататься деньги я конечно же не перестану фармить такие вот дела какова же ситуация с моей машины которую я так старался выигрывать в кейсе но ее можно использовать вот и такого забрать но мне пишут что у меня нет парковочных мест там больше нет гора в гараже мест для того чтобы разблокировать эти места нужно купить расширение для гаража и так по дефолту персонаж может использовать только одно транспортное средство для того чтобы не выгрузить себе эту машину мне нужно убрать сначала мотоцикл куда-то а можно его убрать только в продав либо уничтожив на свалке продавать его не хотел я все-таки к нему прикипел душой всей мне он нравится этот мотоцикл пускай он будет моей коллекции в коллекции авто поэтому когда-нибудь в будущем мне нужно еще на фармит 100 majestic коинов или как они там называются правильно чтобы купить себе наконец-то гаражное место каждый день можно выполнять делик играть пять часов и за пять часов игры вам дадут 200 монеточек местных также можно выполнять всякие разные задания ну или просто задонать их поэтому пока что машина у нас отменяется пути на работу я решил заскочить в банк в общем и целом я хочу поменять себе тариф тарифный план сделать его более выгодным чтобы я получал еще кэшбэк конечно же нужно читать условия когда вы меняете свой новый тариф естественно я их не читал и прочитал только час когда монтировал давайте расскажу вам что там есть на этом тарифе я решил завести себе премиум карту которая стоит 25 тысяч в месяц но у нее есть нюансы в этой карты у нее есть лимитный кэшбэк лимит кэшбэка за одну операцию в этой карты 2500 долларов лимит кэшбэка за месяц всего лишь 50 тысяч то есть я могу быть выигрыши всего лишь на 25 тысяч баксов но у нее сами лимиты на переводы и на сумму для снятия а выше я могу хранить на счету по 2 миллиона и 2 миллиона свободно снимать класть и так далее и тому подобное кэшбэки со всего получил один процент чтобы мне заработать 25 тысяч баксов мне нужно будет прогнать 500 тысяч долларов в месяц easy наверное не знаю для того чтобы сменить этот тариф нужны именно электронные деньги мне нужно весь свой налик перевести в банк но этого я сделать не могу потому что банк работает с 9 часов утра сейчас по местному времени по моему то ли 5 то ли 4 утра что такое положил я 80 тысяч на счет и за это заплатил 800 баксов комиссия конечно дает о себе знать зато я сразу себе поменял тариф а еще хочу открыть вклад вклад сохраняй минимально 50 тысяч баксов кладем 50 тысяч баксов на 24 часа и мне будет каждый час капать 1200 баксов только я должен быть в игре в этот момент когда я не в игре мне ничего не будет засчитываться и собственно и 24 часа я должен провести непосредственно в самой игре вроде интересная фишка но если по счету работала в пассиве было бы очень офигенно когда я не играю чтобы деньги тоже работали но и так тоже неплохо чем выше сумма которая смогу положить на вклад тем круче денежек будет в пассиве мне зарабатываться по-хорошему бы мне миллиончик и 4 положить на эти вклады и вуз не дуть так сказать да и каждый час получать что-нибудь крутое классное обалденное которое упадет мне на счет такие дела все немножко финансовой грамотности немножко афк шнул и вот что увидел скорее всего меня сбили на машине я тут лежу без сознания критическое состояние и мне нужно вызвать скорую вызываю скорую и дожидаюсь но пока дожидаемся давайте вам расскажу про одну классную фишку это мой промо код промо код рирс видите его в игре в чате в описании написано как это сделать и получите 20000 долларов на свой счет и 7 дней максимального премиума рекомендую офигенная тема сам вводил подобный промо код и ни капельки не пожалел всей семьей пользуемся ни одной жалобы все классно круто весело и обалденно рекомендую промо код рирс надо вводить я провел небольшое расследование полазил в интернете посмотрел всякие разные видосы и разузнал что профессия дальнобойщик считается на данный момент записи этого видео одной из самых прибыльных профессий но со своими конечно же нюансами кстати об этом еще писали в комментариях чтобы зарабатывать нормальный денег на профессии дальнобойщик вам нужна какая-нибудь дорогая машина вам нужен mercedes спринтер такая грузовая газелька очень скоростная мощная молодежная вы могли видеть если смотрели предыдущие ролики на парковке вместе со мной стояла парочка таких все гоняют на таких купить их стоит очень дорого по моему там несколько миллионов нужно чтобы заплатить за них и либо реальных денег то ли 4000 рублей то ли 3000 рублей еще что можно сделать этим спринтером можно взять в аренду в аренду у других игроков которые занимаются этим делом сдают в аренду транспорт для того чтобы узнать кто этим занимается нужно вступить в отдельный дискорд по моему называется он majestic marketplace там найти арендодателя договориться с ним прийти и взять в аренду транспорт я пошарился в таком дискорде нашел место где эти транспортные средства будут стоять которые можно арендовывать и сейчас мы отправимся на одну из таких площадок и посмотрим на эти транспортные средства единственное что могу вам сказать небольшой спойлер ничего не арендовал потому что я нахожусь в разном часовом поясе с теми людьми которые занимаются арендой транспорта кстати это вообще не то место если что это парковка транспорта для канала новостей а то нужная парковка была немножко рядом но в этой серии по ходу я вам ее не покажу покажу как нибудь другой раз на следующую свою игровую сессию я решил начать с того что определюсь нужно мне доделывать квс дальнобойщика или нет и решил что все-таки нужно но не в этой серии эту серию мы отдохнем и покатаемся немножко по городу по ночному и по изучаем его первым делом я давно хотел субтитры, сменить немножечко стиль циановые волосы это конечно классно круто весело и обалденно и моллет из 80-х годов тоже но хотелось бы что-нибудь прическу какую-нибудь поинтереснее попроще и немного сменить образ поэтому отправляемся по магазинам и для начала заедем в магазин который очень дорого и богато выглядит и в этом элитном дорогом и богатом магазине я вижу следующую картину здесь есть другие предметы всякие головные уборы шляпа треуголка например всевозможные пиджаки ну и также есть некоторые товары которые были и в прошлых магазинах а в основном здесь конечно же пиджаки такой лакшери стиль всякие свитера и так далее он кожанки даже есть модные молодежные ну и куртки такие знаете дорогие с мехом все как надо вот они красавицы такие конечно же можно себе найти еще что-нибудь интересное в этом магазине но у меня денег ни на что не хватило здесь он даже заработать redemption 2 есть сюртук или плащ как его там правильно назвать конечно же это был плащ в этом магазине себе решил ничего не брать и поехать все-таки какой-нибудь другой по пути решил отказаться все-таки от такой прически и сделать себе другую видим магазин причесок и видим следующую картину что здесь есть прически которых нет в оригинальной игре ну давайте бегло пробежимся по другим видам причесок которые есть по моему я их показывал но по моему я уже не помню поэтому сделал еще раз причёзы которых нет в оригинальной гиташки достаточно много их можно красить как вашей душе угодно палитра довольно таки богатая цветов я решил остановиться одних удлиненных волосах и еще решил поменять себе бороду цвет волос теперь у персонажа черный и выглядит он вот так раз я отправился еще в один магазин одежды чтобы подобрать образ новый образ нашего модного глена маккоя я решил отказаться от кожаной куртки хотя на мне и довольно таки нравится особенно после сериала король и шут все-таки на дворе сейчас киберпанк все дела поэтому подберем себе прикид джонни сильверхэнда хорошо что гардероб здесь можно подобрать похожий нам всего лишь то нужно какие-нибудь туфли полосапоги ковбойские кожаные штаны коричневого цвета и бронежилет ну либо майка а еще жетоны ну и солнцезащитные очки и все джонни сильверхэнд готов конечно нам нужно еще железная рука серебряного цвета такой приблуды в на маджестики нет но есть татуировки поэтому зататуируем себе руку на этот образ я слил почти что все свои деньги и в итоге мне хочешь не хочешь но придется дальше работать и искать какую-то работу себе денежки закончились мы пошиковали но теперь нужно нам восстановить свое финансовое здоровье так сказать поправить немножко и что же пойдем страдать на работе дальнобойщика да там я денег особо не заработаю но хочу доделать квест и показать вам что изначально начинать работать дальнобойщиком не стоит того если конечно у вас нет денежек на аренду транспорта получше если вы найдете транспорт получше в идеале ты конечно спринтер то работа будет идти с кайфом и вы сможете заработать там 20 а то и 30 тысяч долларов в час что-то такое может быть сейчас конечно цены поменялись играл я в мае но тогда были что-то около того ну да ладно вот он наш образ готов полностью вот он встречайте джонни silver hand местного разлива глен маккой называется гоняет он пока что не на своем porsche а на мотоцикле но ничего страшного скоро и цель поправится когда-нибудь мы возьмем себе что-нибудь похожее на porsche я пока не разобрался где здесь в этой игре бронежилет нужно купить скорее всего в оружейном магазине поэтому я купил себе вот такой вот жилет просто обычный кожаный байкерский жилет если кому интересно похож на броник джонни silver hand а ну а теперь самое веселое татухи в этом магазине предоставлены как премиум татухи которые продаются за донат валюту так и за обычные игровые деньги за доллары конечно не там будут стоить бешеных сумм а вот за 200 majestic coin of или за 300 majestic coin of coin of можно себе прикупить какую-нибудь прикольную татуху оины я естественно тратить не стал денег у меня тоже мало но вектор дальнейшего развития персонажа я уже выстроил себе нафармим сейчас на татуировки хочу все-таки сделать образ джонни silver hand а доведенный до конца мне теперь нужно будет татуировка на руку ну и просто каких-нибудь других татуировок прикольных можно нацеплять на своего персонажа есть как дешевые так и дорогие татуировки ну я думаю в пределах 5000 татуировочки себе можно какие-нибудь набить сразу вам небольшое предупреждение если вы хотите играть на какой-нибудь профессии не связанной с криминалом это где нужно отыгрывать серьезное рп где с другими игроками вы там доктором работаете или полиции еще чем-нибудь вам нужно будет свести татуировки с рук и с лица ну и шеи соответственно тоже поэтому можете их сразу не набивать и спасти свои денежки потрачены на той татуировки ну а тем временем я пока что направляюсь до работы дальнобойщика напоминаю вам что по моему промо кода вы получите классные бонусы если еще не залетели на проект majestic залетайте все круто весело и обалденно промо код есть в описании также там инструкция как его вводить промо код называется рирс я благодарю вас за просмотр всем счастливо всем до новых встреч